Вот так сегодня выглядит одна из групп строящегося детского сада в третьем микрорайоне Эжвы. Это просторный игровой зал, а здесь будет спальня. Рядом санузел и раздевалка. Таких групп в новом дошкольном учреждении будет 12. В каждой на случай возгорания в здании по два запасных выхода. А здесь, что для детских садов Сыктывкара большая редкость, будет небольшой бассейн с чашей размером 9х4 с глубиной чуть меньше метра. Для малышей в самый раз. Внутри здания кипит работа. Строители монтируют электросиловые кабели, внутреннее освещение, системы вентиляции, штукатурят стены и перегородки, устанавливают окна. Впереди по плану стяжка полов с тепла и звукоизоляцией, монтаж трубопроводов, систем отопления, водоснабжения, канализации и внутреннего водостока. Бригады работают с утра до вечера, без выходных. В основном работают комплексные бригады, они приезжают на определенный вид работы, они занимаются этими работами и, соответственно, по окончании только они уезжают. Метод работы, он не вахтовый, он больше, скажем так, приехал и закончил. Нет такого, что приехал, поработал на 15 дней. Именно что на полный цикл выполненных работ ребята приезжают. Строиматериалов достатки, уверяет подрядчик, завезли заранее. Поэтому, когда в Куме объявили о режиме самоизоляции, бригады не сидели без дела. Правда, стройку на неделю всё же пришлось остановить, чтобы перестроиться и принять меры безопасности. Во-первых, разбиты все по помещениям отдельно, изолированы. Во-вторых, работают несколько смен, которые позволяют рассредоточить количество одновременно находящихся в одном месте человека. Строительный опыт кировского подрядчика известен в некоторых регионах страны. Компания работает не только в Куме, но и в Московской области, а также в Крыму. А подобный детский сад уже принимает малышей в Кирове. Эжвенский по срокам будет готов в сентябре этого года. Летом рабочие займутся устройством входных крылец и лестниц. Тогда же проложат внутриплощадочные инженерные сети, водопроводы, системы канализации. А сегодня уже приступили к благоустройству территории. Здесь по проекту предусмотрены подъездные дороги, тротуары, игровые площадки на каждую группу, уличное освещение светодиодными светильниками. Елена Кононова, Алексей Паршуков, телеканал Юрган.